Есть такое исследование, но не наше. Они проводили исследование существующих рецессий в полости рта более одного года. Так вот, контаминация бесклеточного цемента 0,8 мм на глубину корня микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности и так далее. То есть вот эта вся зона бесклеточного цемента, она вся контаминирована. И для того, чтобы нам вот эту бесклеточную зону, по сути, буфер мы обезжириваем и осушаем вот эти пространства буфером. И потом мы берем зону специфическую келету и просто срезаем все, что у нас очистилось. Таким образом мы ручным образом обработали зону специфической келетой. Мы срезали с поверхности корня весь контаминированный бесклеточный цемент. И теперь мы можем его полировать. Всеми вами доступными средствами. Я это делаю банальными пародонтологическими борами, которые вот самый простой период сет, который продается в любой компании, которая занимается производством боров. Если у вас есть в клинике лазер или еще что-то, вы можете делать чем угодно это. Неважно. Главное, чтобы он был заполирован. Единственное, что это не делается для тех, кто еще занимается ортопедией, это не делается на турбине никогда. Да, это просто вопрос, который мне задают всегда ортопеды. Это не делается на наконечнике с высокой скоростью. Это делается на обычном микромоторе без всяких сложностей. До 2000 оборотов мы должны выступить. Да? Как долго гель? Экспозиция 2 минуты у вас должна быть. Потом вы все это смываете обильным количеством воды, физраствора. И я еще антисептиком просто обрабатываю поверхность того, чтобы... Еще раз после того, как я кюретой его обрабатываю, еще раз антисептиком обрабатываю. Я применяю 0,12 хлоргисидин. 0,12 процентов. Не 0,05, который продается у нас в аптеках, а 0,12. Что? 1% не диоксидин. Можно? Почему нет? Ну, пожалуйста, если он вам... Ну, просто поливать 0,05 процентом хлоргисидином смысла нет у наших пациентов. Фуруцелин, он просто нерабочий. Да, диоксидин неплохой. Неплохой, я не против. Пожалуйста. Главное, не спирт. Ну, потому что разные есть методики. Итак, мы обработали поверхность корня, у нас все готово для того, чтобы переместить наш лоскут, который уже заранее был подготовлен, коронально. Что и произошло. Вторую берите картинку свою. И мы сейчас с вами начнем шить. Что у нас получилось? В результате нашего препарирования долгого, сложного, поверьте мне, что когда вы будете делать это первый раз, вот это вычленение полнослойной части в области зенита и расщепление в области хирургических сосочков займет у вас достаточно большое количество времени. Потому что мануально это сложно и анатомически бывают какие-то такие контуры и гребня и самого поверхности корня выгнутые или какие-то выпуклые. Когда это сделать достаточно технически сложно, но мы к этому стремимся. Вот наша идеальная история. Мы совместили анатомический расщепленный сосочек с деэпитализированным хирургическим, получили общую рану, сведенные края. А в зоне рецессии мы получили полнослойный лоскут с надкосницей, который на обработанной поверхность корня просто прилипает. Потому что надкосница это родное его. И если здесь этой прикрепленной десны было 3 и более миллиметра, мы не используем ничего, никаких пластических материалов. Мы просто начинаем ушивание раны. Третий. Берите листочек свой, пожалуйста. Итак, первое, с чего мы начинаем ушивание раны, это мы фиксируем совмещенные хирургические с анатомическими сосочками. Протокол швов не нарушается никогда. Это очень важный момент. 80% осложнений всех мукогеневальных пластик это расхождение швов. Это связано с тем, что вы неправильно начали их делать. В редких случаях, ну, там пациент что-то разлезал, разорвал, но чаще всего это происходит тогда, когда вы сделали что-то неправильно. Двойной обвивной кесетный шов. Кто его знает? Руку поднимите, пожалуйста. Никто не знает. Хорошо, значит разбираем его. Делается первый вкол в слизистый надкосничный лоскут в основании хирургического сосочка, вот в этой точке. Попробуйте нарисовать за мной у себя вот на этом раздаточном листке, чтобы вам идти за мной пошагово и понимать, что... Я еще раз его на флипчарте вам прорисую, потому что это самое сложное. Мы сделали вкол соединительный слизистый надкосничный лоскут. Вывели через деэпитализированный анатомический сосочек, следующий вкол проходит. Выводим на оральную поверхность. Обвиваем зуб с оральной стороны. Делаем вкол в небный сосочек. И выходим аппроксимально с другой стороны в деэпитализированном анатомическом сосочке. Рисуйте за мной, рисуйте. Прокалываем, входим в слизистый надкосничный лоскут со стороны препарирования. Дальше мы в этом лоскуте делаем петлю. Вот здесь мы вышли. Дальше мы вкалываемся в основание хирургического сосочка уже с наружной стороны. Видите, получается петля. Почему она называется двойной обвенной петлевидной или кисетной? Кисетная петля – это одно и то же, просто разное название у него есть. Вот здесь такая петелечка. Она всегда должна быть вертикальной, это очень важно. Если вы сделаете вот этот выкол, а вкол сделаете рядом, и шов будет горизонтальный, ваш сосочек станет дыбом просто. Он не ляжет и не прижмется к анатомическому деэпитализированному. Ну и там будет просто некрасиво и что-нибудь не очень. Потом вы вкалываете, выходите, вкалываетесь опять в анатомический деэпитализированный, выходите на оральную поверхность, обвиваете. И здесь, пожалуйста, внимание. Вы прокалываете орально сосочек, а выходите максимально иглой вот сюда, в вершину анатомического сосочка, чуть-чуть выше контактного пункта. И вот здесь вы завязываете и затягиваете свой шов. У вас получается одним швом вы сразу совместили с двух сторон две аппроксимальные поверхности, совместили хирургически расщепленный сосочек с дыбом анатомическим, и затянули. Вы зафиксировали в этом положении, в новом, правильном, свой слизистонокалистичный лоскут. Все. Я сейчас разберу все швы, а этот мы, если нужно, я просто не понимаю пока по вашим глазам. Я разберу еще раз дополнительно на флипчарте, чтобы вам всем было понятно. Теперь вот это новое положение нужно зафиксировать максимально. Вы берете самую-самую высокую аппекальную точку вашего разреза и делаете супериостальный шов. Можете его делать одиночный, можете уходить потом из этого шва непрерывным швом. Это как вы любите, как вам удобно, как вам комфортно шить. Самое главное, вот этот верхний шов, самый аппекальный, с двух сторон, он должен быть супериостальным. Всем понятно, что это за термин? Вы прошиваете надкосницу. Для чего это нужно? Громче говорите, не стесняйтесь. Прекрасно, спасибо большое. Я рада, что у нас такое взаимопонимание с вами. Дальше мы ушиваем вертикальные разрезы тем методом, который вам нравится. Я ушиваю непрерывным швом, прямо из этого шва ухожу сюда. Иногда бывает требуется какая-то еще коррекция в области сосочка небольшая, тут как-то его направить, нагнуть и так далее. И тогда еще что-то использую, тоже какой-то дополнительный шов. Но в основном вот на этом ушивание двух вертикальных разрезов операция не закончилась. Для того, чтобы ваш пациент ничего не навредил себе. Ну, они любят поднять губу, посмотреть, что у него там случилось. Или мимическая какая-то у него нагрузка. У меня много очень моих пациентов, актеров и людей таких, которые занимаются какими-то очень активными социальными работами. И они, например, у них есть большая работа мимических мышц и напряжения. В таком случае выполняется горизонтальный крестообразный матрасный шов. Для того, чтобы еще дополнительно зафиксировать новое положение лоскута в пространстве, убрать давление мышц и тяжей оттуда. Полностью изолировать его от каких-либо внешних факторов. Это вам даст спокойную ночь, ровное дыхание и так далее. Вы не будете переживать, что у пациента разошлись швы и у него отскочил лоскут куда-то. С крестообразным швом все понятно? Все его знают, умеют делать. Надо его рисовать? Конечно, но крестообразный шов имеет смысл только, конечно, делать. Мы его будем сегодня много где использовать, вертикальный и горизонтальный. Если хоть у одного человека есть к нему вопросы, я просто сейчас все это прорисую, чтобы нам потом не виснуть на этих швах. Да? Да. И обвивной рисуем? Еще раз вместе все, да? Все, давайте. Продолжение следует...